Музыка их связала. Теперь казахский кюй можно слушать, сидя за рулем. Ученые говорят, что народный фольклор поможет водителям успокоить нервы и при этом не потерять бдительности. Исследования британских ученых привели к выводу, что народная музыка оказывает на организм человека различные воздействия. Какие-то успокаивает, а какая-то даже возбуждает. Тем самым композиция предков не оставит равнодушных ни одного водителя авто. Подробнее Аида Ибраева. Британские специалисты составили список наиболее опасных для водителей произведений классической музыки. Одним из вошедших в список является Пятая симфония Бетховена. А вот действие казахских кюй напрямую оказывает обратное действие на водителей. Ученые уверяют, по своей эмоциональной окраске и музыкальному содержанию казахская народная музыка не оставит равнодушным ни одного водителя. Тем не менее, по словам психолога, у каждого человека свои особенности восприятия и не учитывать их за рулем особо опасно. Говоря о воздействии такой музыки на психологию человека, нельзя не сказать, что у каждого водителя свои психологические особенности. Например, есть шустрые, легкие люди, которые предпочитают веселую, быструю музыку, а есть более спокойные. И поэтому различные казахские кюи оказывают разное воздействие. Зардыхан Нурсеид – водитель со стажем. В режиме руля он уже более 10 лет. За это время у него установились свои вкусы в музыке. Мужчина считает себя человеком спокойным и следственным музыку предпочитает такую же, как свой характер. И самое главное – со смыслом. Казахские кюи входят в ежедневный плейлист в магнитолию водителя. Когда я выхожу в дальнюю дорогу, я особенно люблю послушать казахские кюи. Глубина казахской народной музыки помогает сосредоточиться на трассе. Я люблю казахскую музыку и довольно часто слушаю кюи. Сущность кюи связана с психоэмоциональным началом и соотносима с понятием настроения, да еще и в хорошем исполнении. Они умиротворяют, настраивают на нужный лад, выравнивают эмоциональный фон. А именно это и нужно водителю, который после тяжелого трудового дня стоит в пробке. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.